Всех приветствую, с вами Дмитрий Говдя, автор проекта daredefeaspeak.com В этом уроке мы рассмотрим выражение as-gipt в прошедшем разговорном времени perfect Итак, поехали Для этого давайте вспомним, как образуется у нас в прошедшее время perfect Итак, нам нужно вспомнить, как нам глагол have in или sign для построения этого времени Он применяется в презенте и согласовывается с подлежащим Haben или sign не играют здесь свою самостоятельную роль Да, Haben не имеет значения иметь, а sign не имеет значения быть Эти глаголы только служат для того, чтобы показать, что предложение построено в прошедшем времени И в самом конце ставится particip zwei, да Третья основная форма основного смыслового глагола Давайте рассмотрим на примере Итак, я дал моему другу книгу Давайте у нас будет Geben, да? Geben, это сильный глагол И для того, чтобы построить нам perfect, нам нужна третья форма этого глагола Где она берется? Она берется в таблице трех основных форм сильных неправильных глаголов Таблицу можете найти на моем блоге Хорошо, и смотрим готовую третью форму Она будет Geben Если там в этой таблице нету какого-то глагола, который вы ищите, значит он слабый Он нужно третью форму образовать самостоятельно Но это уже другая тема Итак, я дал моему другую книгу Ich habe ein Buch meinem Freund gegeben Гебен, habe вспомогательное, она здесь ничего не обозначает, только показывает, что это прошедшее время И gegeben Пошли цепь 2 или по-другому третья форма глагола Ich habe ein Buch, какую-то книгу, пока еще неизвестно какую Кому meinem Freund gegeben Mein Freund, мой друг Кому, чему, это вопросы датива Да, и значит, mein Freund ставится в дативе, будет mein Name, окончание ЕМ Хорошо, обязательно посмотрите отдельный урок по перфекту Скажу, что буквально один принцип, да, по которому различают, когда вспомогательный глагол sein, а когда haben Почему, собственно, у нас haben, а не sein, вспомогательный глагол Потому что geben, это давать, это не глагол движения Ярко выраженного движения Там ехать, бежать, мчаться, лететь Это все глагол движения Если бы основной, смысловой был глаголом движения То вспомогательным был бы sein Здесь у нас другая ситуация, соответственно, глагол haben, вспомогательный Хорошо, идем дальше Итак, давайте посмотрим Значит, es gibt, это у нас настоящее время, есть, да В прошедшее время это будет es hartge geben То же самое, es gibt, только в прошедшее время es hartge geben Почему? Потому что я уже сказал, что geben В данном случае это не переводится как глагол давать Это выражение es gibt Но, тем не менее, глагол, тем не менее, не становится каким-то другим Да, это не глагол движения Соответственно, вспомогательный глагол haben Согласовываем с подлежащим в данном выражении подлежащее es Соответственно, согласовываем haben с es, получается hat Es hat, в конце gegeben Вот такая вот простая форма Вот, запомните, es hat gegeben Хорошо, давайте потренируемся на конкретных примерах В офисе было много сотрудников Офис, das Büro Сотрудники, die Mitarbeiter Хорошо, в офисе, где датив Das Büro ставим в датив Будет dem Büro In dem Büro В офисе Сокращенно im Büro Дальше Глагол на втором месте Hat Потом es In Büro Hat es Много сотрудников FILE Да Много сотрудников Если у нас слова есть много, больше, меньше и так далее То артикль пропадает Пересуществительным Вместо него ставятся эти слова Если это множное число Вот как здесь сотрудники То будет FILE 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 MITHARBAYTER Значит, что у нас получается Im Büro hat es FILE MITHARBAYTER И в конце GEGEM Вот, как видите Достаточно просто Теперь давайте точно такое же предложение, только с отрицанием В офисе не было сотрудников В офисе не было сотрудников Отрицается хоть и действие, но тем не менее Здесь есть существительное вакузативе и без предлога Поэтому отрицание будет именно KINE Попробуйте сами Постойте это предложение В офисе не было сотрудников Im Büro hat es keine Mitarbeiter gegeben Смотрите Im Büro hat es keine Mitarbeiter gegeben Согласовали, да? MITHARBAY это множественное число Соответственно, KINE прибавляется Э Буковка В первом и последнем падежах Номинотип Акузатив Э И, как видите Hat es Не изменилось Даже несмотря на то, что Здесь у нас множественное число существительное Оно остается неизменным Если в настоящее время Это Es gibt Оно так и остается Неважно, с чем согласовывается С существительным во множественном числе Или в единственном Так и здесь в прошедшем времени Да, вот здесь Hat es gegeben Если Другой порядок слов будет Es hat gegeben Дальше идем Это предложение Пробуйте сами образовать Вчера было много клиентов Клиенты у нас Die Kunden Скажите сами Это простое предложение Вчера Gestern Gestern hat es viele kunden gegeben Gestern hat es viele kunden gegeben Как видите Достаточно просто Отлично Дальше идем Теперь давайте скажем Прилагательно У меня сегодня Было много сложных клиентов Смотрите внимательно на это предложение Скажите Подходит ли здесь Нужно ли здесь вставлять Es gig Да Может быть Es hat gegeben Или может быть Что-то другое Смотрите Здесь у нас появился Новый элемент У меня У меня сегодня было Много сложных клиентов Когда у нас Есть У меня У тебя У Алекса У Михаэля И так далее То есть Если подходит Глагол иметь Да То есть Я имею что-то Да Даже если В русском Скажем так Красивом переводе Этого слова Нету иметь Но оно подразумевается Тогда мы должны Переменить глагол Хабен И выражение Es gig Здесь не подходит У меня сегодня Было много сложных клиентов То есть Я имел сегодня Много сложных клиентов Правильно Здесь Es gig Не подходит Как мы построим Это предложение Попробуйте сами Можно начать С сегодня Или У меня Да Я имел И хабе heute Viele Сложные клиенты Швири ге кунде Много сложных клиентов Фили швири ге кунде И хабе heute Фили швири ге кунде Ге хабт Нужно уже закончить предложение Да Давайте сейчас напишу И разберем Вот посмотрите Первый вспомогательный глагол «haben», а здесь второй «haben» в третьей форме, это «основное». То есть два глагола «haben», первый вспомогательный, второй «основное». Вот таким образом, не путайте, пожалуйста, когда нужно «as gift» сказать, а когда подходит глагол «иметь» что-то, кто-то, что-то имеет, и тогда нужно, конечно, применять глагол «haben». «As gift» в предательном предложении. Давайте разберем, в какой порядок слов в предательном предложении. Это немножко более сложные вещи, но, тем не менее, вы должны их знать. «Я знаю, что там есть хороший ресторан». Вот такое сложное предложение, это главное предложение, я знаю, что там есть хороший ресторан, это предательное предложение. Вот во второй части нам нужно вставить «as gift». Что получается? В предательном предложении глаголы идут в самый конец. Обратите внимание, что здесь у нас пока что «есть» не «было», «не был», а «есть». Пока что в настоящее время, потом в следующий будет пример в прошедшее время. Я знаю, что там есть хороший ресторан. По поводу придачи на предложение. Глагол идет в конец. Выражение «as gift» – это глагол, поэтому он пойдет в самый конец, вот сюда. А «as» – «as» – оно остается в начале. Оно будет вот здесь вот. И давайте, кто не знает, как будет «что». «Что» – это не вопросительное слово здесь, а это «союз». Оно будет вот так писаться. «Das» с двумя «эс». И после него как раз будет стоять «эс». «Das» – «эс». Хорошо, давайте начнем. Я знаю. «Ich weiß». «Ich weiß». Глагол «wissen» знает. У нас изменяется как модальный глагол, не имеет окончания «э» в первом лице единства числа. Не «ich wissen», не «ich weiß», а «ich weiß». Хорошо, «ich weiß», «das», «das», «es», «там», можно «да», «хороший ресторан», «дас ресторан», «дас ресторан», «хороший ресторан». Пока что мы не знаем, что за ресторан, поэтому, соответственно, у нас неопределенный артикль. «Ein gutes ресторан», «ein gutes ресторан». И в конце что мы ставим? «Gibt». Мы разорвали это выражение «es gibt». «Es» прошло в начале, вот оно. «Gibt» прошло в конец. «Ich weiß, dass es da ein gutes ресторан gibt», что «там» можно «дот» вместо «да», не имеет значения. И в конец глагол. Хорошо, надеюсь, это понятно. Давайте потренируемся по-придаточному. Посмотрите, я полагаю, что там не было хороших ресторанов. Уже в прошедшее время. Здесь уже... Давайте сначала скажем, я полагаю, что там есть хорошие рестораны. Множенное число. Хорошие рестораны. Как будет? «Gute ресторанс». Когда первый раз говорим о существенном множественном числе и есть прилагательное, то определенного артикля не нужно. «Die guten ресторанс». Говорим «Gute ресторанс». «Schöne ресторанс». И так далее. Я полагаю, то есть я считаю. Я думаю, что там есть хорошие рестораны. Пока что есть. Это утвердительная форма. Я думаю, что там не было хороших ресторанов. Давайте определимся, какое здесь будет отрицание. «Не было хороших ресторанов». Опять-таки, отрицается здесь вроде бы как и действие, но тем не менее у нас есть существительное в акузативе без предлогов. Соответственно, у нас будет отрицание «kein». Если это множественное число существительное, будет «keine». «Keine guten ресторанс». Сами скажите. Все предложение. Я полагаю, что там не было хороших ресторанов. Да, еще что я не сказал. У нас «Es hat gegeben», да, в прошедшем времени. На последнем месте, в передачном предложении, будет стоять «hat». На предпоследнем месте, будет «gegeben». Получается. Давайте я скажу, потом следующий пример вы уже сами. «I glaube, dass es da keine guten ресторанс gegeben hat». Вот так достаточно, такое достаточно длинное предложение. Сейчас мы его изобразим. Посмотрите. «I glaube, dass es da keine guten ресторанс gegeben hat». Вспомогательный глагол пошел на последнее место, а процепция на предпоследнее. Запоминайте, вот такой порядок слов в передачном предложении, если «es gibt» стоит в прошедшем времени. «Es geben hat». «Keine guten ресторанс». «Keine» здесь как «die», да, поэтому окончание в прилагательное «en». «Die guten ресторанс» oder «Keine guten ресторанс». Хорошо, следующий пример ваш. Я слышал, что сегодня было много звонков. Звонки «die anrufe», «die anrufe», один звонок «die anrufe», звонки «die anrufe». «Слышать hören», «hören», получается, что в первом, в первой части, в прошедшее время, и во второй части, в прошедшее время. «Я слышал», как вы скажете. «Ich habe», в «perfect», в «perfect» говорим. «Ich habe gehört», да, «ich habe gehört», дальше, что сегодня было много звонков. Достаточно легкое предложение. Попробуйте. «Ich habe gehört, dass es heute viele anrufe gegeben hat». Еще раз скажите. «Ich habe gehört, dass es heute viele anrufe gegeben hat». Вот таким образом, смотрите. «Ich habe gehört», первое. Здесь у нас «habe», «слышать» — это не глагол движения, соответственно, у нас в погребном глагол «haben». «Ich habe gehört», это слабый глагол. Вот такая форма будет иметь. Будет форма слабого глагола. Третье. «Geeb» в начале, «te» в конце. «Geeb» в начале, «te» в конце. «Geeb» 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 и так далее. «Ich habe gehört, dass es heute viele anrufe gegeben hat». Вот такой порядок слог, как я вам показывал в предыдущем предложении. Вот таким образом. Надеюсь, вам было полезно то, что я сегодня объяснил. Если это так, ставьте лайки под этим видео. Скажите об этом видео своим друзьям. Я думаю, им будет полезно. На этом я прощаюсь. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Субтитры сделал DimaTorzok